И всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Грего, и сегодня у нас в городе Айсатовский праздник. Сегодня здесь произошло достижение отметки 10,5 тысяч человек. Это значит, что с этого дня город Айсатовский, населенный пункт Айсатовский, получит звание города, вместо звания поселок городского типа. Второй праздник, друзья, это открытие политехни... Айсатовского городского политехнического колледжа, или же политехникума. Предыстории этого появления политехникума довольно интересны. Изначально здесь предполагалось построить юридический институт, но из-за размеров этого здания, а кабинетом в этом здании всего 6, кстати, небольшое спойлер. То есть, это было перепрофилировать здание в техникум, или даже колледж. Изначально это был вариант монтажного колледжа, типа, вот тоже колледж, только технический. А потом еще было сделать из него политехнический институт, понятно, правда, не получилось, вы сами понимаете, почему. И последний вариант стал политехнический колледж, или же политехникум. Ну и разумеется, я добавил вот в ряду, разумеется, рядом с политехникум, я добавил в живой квартал из нескольких домов по типу общежития. Только по ней рассказал в прошлом выпуске. И добавил вот эту многоэтажку, и так же, добавил в детскую площадку. Вот дорожка образа, небольшой, небольшая дорожка земля, которая поздала, смотри, цветы, посадите в дерево, или даже дерево. Также я добавил вот это вот 9 или даже 10-этажное здание, тоже типа общежитие, но уже побольше, то есть по сравнению с этими пятиэтажками. Этажность 9-10 этажей, а всего 5 парадное, то есть всего 5 подъездов. То есть так уже, вот так вот образовался вокруг техникума университетский городок. Или же, ну, не знаю, как по-другому называется, но, короче, микрорайон вокруг техникума. То есть вот так выглядит техникум снаружи, небольшое здание, то есть комплекс зданий, то есть основная часть, это уже, так сказать, еще одна часть, соединяющийся спортзал, накрытый, можно сказать, сделанный из стекла. Стекла. Ну, не просто, не простого, а лему. Тоже не поможешься языками и просто посетим ее. Сначала просто пишу три. Нас встречает такая табличка, айзатовский политехнический техколледж, или же политехникум. Нас встречает такой коридор, то есть у нас здесь есть два охранника, тут у нас два входа в гардероб, гардероб вот такой, то есть у нас крючки для одежды. Также имеется два входа в еще один коридор, тут у нас сиденье, где студент, где студентам могут подучить материку, который язык урока. У нас выход, у нас туалет, вход получился в необычный. У нас тут сам, если твалеть лаконичный, ничего, всех естественного нету, то есть у нас два, две раковины и унитаз. Унитаз сделает скир из классовых ступенек. Дальше у нас такой спортзал, у нас такой коридор, у нас должны были быть, ну, как сказать, место, где, можно сказать, студенты переодеваются на физрук. Ну и в качестве, ну и также заполнить все, есть типа, пометить, где, где, чья, пускай, раздевалка, мужская, женская. Каждый раз, когда я делаю какой-то ролик, то всегда по ходу ролика появляется летсбилд. Тут у нас имеется эвакуационный выход на случай вне штатной ситуации и сам стадион. Стадион под открытый, вот такой. По сути, это тоже, типа, футбольное поле такое, но под крышей такое. Также есть такая дорожка, то есть для бега. Всё. Вот такой вот спортзал. Поднимаемся на второй этаж, тут уже на втором этаже, вот у нас. Тут произошел очередной фейл, так что я, скажем, вот это несу поскольку, загораживает. Тут у нас он стоит автомат с едой и кулер с водой. У нас тоже сиденье. Кабинет. 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 Уже самое интересное, друзья. Вот раз. Вместо преподавателя, доска из лаймовых флагов, блоки с книжками и сиденье для студентов. То есть такие парты. Тут у нас карида, где студенты выходят отдохнуть. Здесь еще один камень, правда здесь. Здесь одноместные, одноместные парты на этой части, а с другой стороны двухместные. В принципе, на втором и третьем этажах, на четвертом, смазка, всё одинаково, так что особо зацикливаться нет смысла. А все, что тут уже был второй третий этаж. Ну, хочу сказать, кабинеты одинаковые, со сциклами не будем. Особо нечего здесь. И следующие друзья обновления это автосалон. Зачем планировать сделать автосалон, типа Lada, типа Ural-Best, как в Челябинске, но... В общем, вот. Но получилось не так, как я задумал, но... Но, тем не менее, друзья, автосалон Lada. То есть... Здесь, типа, продаются машины АвтоВАЗ. Ну, те, кто знает о них, тот поймет. В коробках, то есть еще и мест, такой, бортик, бортик на крыше и напись Lada. Уже... Здорово, как раз по адресу улица Танкистов, дом 3. Кстати, это вот здесь, вот здесь начинается с этой стороны начинаться коментарский проспект, а с этой стороны улица Танкистов. Также здесь будет от улица Потратна, тут Партизанская улица, дамкивает политехнику. Также помню, добавить еще один микрорайон, просто что я заговорил тут. Возможно, появится еще партии из нескольких улиц, типа Агалакова, Агалакова, Новороссийская, Гагарина и так далее. Допустим, на бумаге. Ну что ж, давайте зайдем в автосалон. Автосалон, ну вот так вот, тут у нас машина стоит на продаже. Менеджер, то есть, где мы оформляем покупку машины, то есть еще и специальная страховку, мы оформляем машину. Тут компьютер, правда, не знаю зачем, но, ну типа там. Тут у нас новый код, это и с другой стороны. Так вот внутри выглядит. И здесь тоже находится кабинет-менеджер. И там же находится, но выше находится такая небольшая столовка, то есть небольшой кафетерий. Вы только вдумайтесь, друзья. Кафетерий в автосалоне. Вернее, я думаю, что это не сказать, это уже в новинку. Кафетерий в общественном месте по типу. Автосалон, больница и так далее. Последнее обновление в этом выпуске я добавил пятиэтажку, но уже добавил такую пятиэтажку, уже немного перекрашена. Сделано из песчаника и добавлена красная полоска снизу из красной керамики. Ну и, разумеется, добавил такой пристрой, правда, внутри ничего нет. Престой сделанный из блоков гладкого камня. Правда, изначально тут приполагалась построить магазин. То есть, вдувать магазик. Правда, я не решаю, не знаю, какой то ли, ну, астроном-то типа продуктовый, либо строительный. Если у вас, друзья, имеется идея, то не стесняйтесь призывать меня в комментариях под видео. Ну вот, в принципе, друзья, на этом у меня пока все. С вами понравился или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не стесняйтесь писать мне идеи, что еще построить в этом городе. Всем пока. Увидимся в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok